ну что ж всем привет и мы продолжаем играть в 12 минут прошлой серии мы узнали что наша жена оказывается убийца и террорист и она подорвала 13 зданий теперь я хочу поговорить об этом с мужиком надо ее усыпить сразу же что-то там делала ванны придало часы я все знаю не перекружку это мои кружки все никаких кружек так что мы делаем мы достаем часы во первых покажем их этому мужику когда он будет в ближайшем состоянии жена давай не дела короче того ого цветов не растет смысле а почему он всегда был по моему с листиками а сейчас он без листиков как-то связан с он показывает наверное насколько типа много я уже побывал в этой петле и чем дольше тем типа ему хуже и в конце я умру это конечно супер теория ладно спи на сто процентов помню что цветок был порядке в прошлые разы у него короче дождь забылила раком он хочет украсть часы чтобы их наверно продать потому что недорогие здоровый мужик ой что-то не так или все так вставая ржа что за больше наговорить сказать ему что она не виновна слушай она она не убивала его я там не было ух ты чертов иди его нет я серьезно докажи фотографии на холодильнике сейчас докажу только не вставай ты сукин тупой сын не вставай я оба на этот шашлык ладно придется играть по твоим правилам полежит вот эта фотка она сказала в прошлой части что она сделал в канун рождества ее не было тут вот фотографии посмотри на фотку что-то посмотри на дату 31 декабря это день когда она убила его нет нет это день когда его убили она была в сотнях километров оттуда я не понимаю черт нет это было не она она его не убивала спросить его не что ты знаешь о няне с которой у него был роман кто его это волнует это было много лет назад кто мог убить ее отца все указывает на нее короче а часы ему нужны берем его телефон страховая звоним страховую или не давайте с чем пчелка пчелки позвоню оу папа фильм вот-вот начнется я вам потом перезвоню мужа спросила позвонить мне и раньше люблю тебя ладно ничего не добились давайте позвоним тогда в страховую спасибо что позвони в компанию блюк и рвы это звонок прислушивается и записываться в целях повышения качества услуг все операторы сейчас заняты остатись на линии по истеку плеть пошли шоу шо чувак я не знаю что слушай короче жгут на ногу он уже на ручке умно черт мне не осталось вопросов давай умирай ладно все мертво мертво тело умерло все свалю а если позвонить им вот она говорит что у нее фильм начался любимые у пчелки и типа она не хочет общаться с батик если ей позвонить заранее рассказать ей что случилось в ту ночь когда она сбежала слушай знаю как умер твой отец как он на самом деле умер не знаю что это там выдумываешь но лучше бы ты это был кондрожество он заставил тебя и что-то там как ты вообще мог я не знал ты сама рассказала во время прошлой времена петли что послушай я на твоей стороне на моей стороне о боже слушать я я не могла я не знала как тебе так сказать прошу поговорить со мной блядя ты дура я с тобой же разговарив через пару минут за дверью появится полицейский так вот благодаря кому-то узнал да думаю они были близки чёрт что вам делать мне нужно подумать об этом ладно я понимаю набрать номер социальной службы позвонить страха острова позвонить пчелки я могу позвонить пчелки привет за что ее отец хочет арестовать вашу жену сказать и что день повторяется ваш папа говорит что моя жена убила своего отца он хочет ей навредить это не смешно урод послушай моя жена ни в чем не виновата но ваш папа на нас не послушать просто скажи ему что об нас выслушал нет зачем он просто он совершает большую ошибку вы можете ему помочь а я ладно хорошо я ему позвоню жена ушла подождем прошу прощения мэм что простите верите с квартиру не нужно с вами поговорить пожалуйста есть полиции погодите нет нет только пик не я сломать и беру сейчас я тебе сломаю руку иди к папочке я все достал часы у меня да что происходит у меня ордер на ваш арест и я ничего не сделал конечно заткнись и не двигайся просто посмотрите на не я тебе наверно да сразу звонить она не успела ему позвонить бери кружку я просто интересно можно полить цветок или нет потому что он завял все это время он как будто заново день и начинает а живет продолжает жить как будто это я я и есть этот цветок значит мы берем телефон челка я не знаю о чем вы говорите и прошу просто позвони им попроси нас выслушать ладно договорились я им позвоню но забудьте мой номер рассказать о прошлом сказать ей что фотография доказать что она не убивала отца вот ты его не что ты в него выстрел но он же выжил нет этого не может быть не может быть я я я видел как он истекал кровью детка он не умер он шел на поправку а потом когда другой пришел убил его под новый год кто-то другой но это было не ты тебе там не было фотографии находки подтверждает это все все это время минуты в дверь появляются какой-то чувак турбрете убийстве что он был близок твоему отцу хорошо я буду готова мне нужно сесть спросить об антарешке отца кто бил в отца спросить почему она слогала пусть июня не как ты думаешь кто мог его убить но учитывая его работу у него было много врагов с ним всегда было непросто сладить у твоего отца было роман он боже я ненавижу об этом говорить я не знаю папа любил маму но полагаю мое рождение сильно осложнил их брак и моя няня оказалась рядом как твоя мать узнала оба романе папа обрюхатил няню она решила ставить это в тайне сложно держать это в тайне у нее было осложнение бедная женщина умерла при родах он хотел усыновить ребенка но он не мог так поступить с моей мамой что сказал твоя мама ничего не стало плохо до самой смерти она его ненавидела что он делал ничего он вообще нихера не делал все отрицал до самой и смерти твоя няня что ты помнишь о ней моя няня мне было года два когда она ушла я даже и мне ее не знаю все знаешь о ребенке няни о твоем брате как я понимаю честно я даже не была уверена что он вообще существовал кажется что слышала краем уха что отец хотел установить его нового мама никогда бы с этим не смирилась она она ненавидела сама мысль об этом ребенке ты знаешь где сейчас этот пацан не имеют понятия или он вообще мама была совсем не в себе хочу сказать что если бы этот ребенок не существовал отец пытался бы и разыскать его дождемся пока он придет джобси эти все восемь лет я думала привет пчелка я думала что он умер если бы я знала что о чем ты мило мне кажется тебе угрожали но тогда кто его убил блять в этом той прикол что никто не знает давай поговорим у меня есть доказательства это моя фотография она сделана в день его смерти я была сотни километров от него показывает черт меня возьми даже не посмотрел похуй послушай я знаю что мой отец для вас много значил я тоже по нему скучаю но я я всегда считал тебя там не было мне там не было но тогда я не знаю но не я простите меня серьезно простите моя дочь я только не и думаю она умирает мне рак а страховка не я не мог оплатить лечение а часы их стоимость покрыла бы стоимость лечения господи если бы она знала что я сделал спасибо что не если бы вы рассказали есть зачем я пришел то она бы со мной больше не разговаривал до конца жизни я ухожу подождите да правильно ты знал что они есть брат тихо и они вам нужно больше чем денежные определенно я умею разыскивать людей я найду убийцу твоего отца спасибо я на самом деле есть одна вещь которая могла бы помочь что когда нашел его он потерял много крови я пытался остановить кровотечение но ладно в любом случае он кое-что сказал что он сказал одно слово чудовище повторял его снова и снова никак не могу понять что это значит это моем братье о боже у тебя избрать мама была права во всем была права когда утверждал что отца был роман с няней у них родился ребенок мальчик лицами понятно рассказываю я знал об этом романе но никогда не поминал ребенка мама ненавидела его за это и ребенка ненавидела тоже всегда кричал на цен начнет счет чудовище это он простите не знал но я найду его ради тебя него спасибо блять а то что я это все узнал и все спасом что теперь все кончено да уж так и есть я думаю на не про отношения теперь нам нужно отыскать твоего брата и жить дальше да уж да вот это да не думал что смогу кому-то рассказать об этом о том что случилось думала это навсегда останется со мной а ты меня выслушал и ты все еще здесь я же сказал тебе никуда не денусь детка чёрт я правда тебя очень сильно люблю правда-правда я тебя люблю и тебе тоже что это не конец факт а в чем проблема я в шоке хорошо делать бляха муха давайте подумаем может все это должен делать я не она типа будто я босс я это же был идеально то есть прикол не в том а в чем-то другом короче помоги послушаю он ваш отец собирается навредить нам он хочет у нас кое-что украсть чтобы заплатить за ваше лечение что нет мой пап он бы никогда так не поступил моей жены у нее есть до граги карман часы ваш тец хочет убить нас о чем речь вообще просто позвони ему и сами здесь отлично так и сделаю у него там что-то появилось может это еще полить на побег спасибо вам свой сорт брат он убийца как нам его разыскать я не знаю мне никто ни о чем не рассказывал даже им не его не знаю ладно что насчет я не не было два года я понятия не имею в смысле полицейский сказал что знал моего отца так да может быть он тогда был там типа он и есть ее брат и это он убил отца и скинул на нее вину было бы конечно прикольно у нее дочь и он хочет оплатить рак давай подождем пока он придет он короче сейчас очень сильно разозлится что мы рассказали его дочери правду теперь ты все знаешь то есть если ты все еще меня лавкаешь мы можем начать заново число листа милая это чушь какая-то конечно это неправда давай стучишь заебал а он просто уехал он не он это он уехал ладно подождем а прикиньте это конец типа вот это такая концовка вот так мы просто посидим и никто не приедет ну ты видишь его нет он уехал но я не знаю что делать он уехал что с цветком он опять расцвел я же говорю цветок какой-то особенный давайте выйдем тогда типа я поступил неправильно ой боже мой пчелка ты ебаная короче вариант такой делаем все как мы сделали просто еще разговариваем с мужиком окей я луз твой номер мне не понравилось что он так типа с ней разговаривал а когда я пытался с ним поговорить он такой тихо поебать ты вообще кто такой это бамблби он замутил с машиной я совершенно просто такой как меня это все заебало что у него с ногами как будто у них сломал окей я их выслушаю а давайте радио включим что ли 1 2 3 4 давай мужик заебал давай поговорим на пол сучки нет подождите у меня есть то что вам нужно а я пойду сяду разбирайтесь сами ой хорошо я не бывал отца что мой отец умер от своего ребенка его убил его сын ублюдок чудовище который мне плевать что ты там веришь мразь он уничтожил все что мне было дорого он называл его чудовищем потому что он и был чудовищем чупакабра вот кто его убил о это последние слова чупакабра это были последние слова которые сказал твой отец никогда не думал что он имеет ввиду это слушай я знаю почему вы это делаете я понимаю откуда не пытайтесь заставить нас заплатить за мучения вашей дочери не надо срываться на нас простите меня простите я ухожу подождите всего минуту а я думал когда она сказала не пытайтесь на нас нажиться не даст ему часы она ему даст часы так вот это конец вот возьмите часы тогда все было точно так же но мы не сказали что брат я ищу твой брат начнут что-то что-то цветочное дафни дейси что-то такое попробую что-то раскопать сообщу его мать и что теперь все кончится его мать нет это больше не случится я понимаю тебя не имею что няня цветок черт его мать это та няня а он ее брат он убил ее отца вот вскрой подарок далее детская одежда с имени моей матери я уже не знаю я сразу вовремя на петле не могу это доказать теория на теории рождается в моей голове я уже ебать не знаю я все перепробовал может есть сейчас еще какой-то вариант он ебал сестру полить еще раз цветок я не знаю можно начать все сначала с чистого листа я в шоке я не знаю что делать поесть десерт может ты будешь кушать у тебя же стресс кушать пирожек дорогая я тебе говорю что если ее звали Далья детская одежда а это имя его матери не знаю возможно это как подсказка ему что наверное ее звали Далья я такой точно ее звать Далья и уйдет либо он это скажет и они такие твоя мать это была твоя мать значит ты ее сын значит ты ее брат давай иди поговори с ним это тоже хотелось бы пропустить но это нельзя пропускать ну мне можно все мне всегда кажется будто она руку ему на лысину кладет типа такая и еще так вот натирает да это все я понимаете но всем похуй на то что это я может мне тоже с ним надо поговорить я как будто вообще не при делах я ищу твоего брата начну пожалуй с няни буду копать оттуда насколько вы хорошо ее помните вы помните как ее звали а что-то цветочное Дейзи Дейзи милый комбинезончик и что имя посмотрите на имя это самый няня кто нянечки с которым была интрижка у старика что господи да да Далия вот она ее звали Далия чем то ну она была моей матерью нет雪 серьезно ну это какой то бред Охеирец. Серьёзно, это что, время 20 лет назад? Это конец игры, да? Приди в себя. Слушай, я знаю, что эти новости не просто переварить. Но это должен знать, что мы разобрались с твоими чувствами. Это я у психотерапевта. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Что тебе нужно от моей дочери? Я не могу просто взять и прекратить её любить. Я люблю её. Я люблю её всем сердцем. Да плевать мне на твои чувства. Чувствуй, что хочешь. Чувства не важны. Делай то, что ты собираешься. Слушайте, может... Может, ей не обязательно об этом знать? Может, мы просто... Что, мы просто ничего не скажем ей? Думаешь, я буду спокойно сидеть и молчать, пока ты будешь разделькаться, как будто всё в порядке? Там просто не было нормальных ответов и вариантов. А если она заверняет? Ты хочешь, чтобы я ничего ей не говорил? Собственной дочери? Мы просто притворимся, что счастливы? Не знаю. Люди постоянно притворятся, что счастливы? Ах ты, змея, ты её не любишь. А если бы любил, то не выбрал бы её. Она заслужит лучшего. Чёртов идиот. Такой наивный, такой тупой. Нет, нет, нет. Нет, чёрт. Что за чёрт? Я, блядь, не выбрал. Это типа он сейчас всё вспомнил. Но я... Как я мог? Нет. Нет. Чёрт вы говори, этого не может быть. Как я мог забыть? Дорогой малыш, ты... Нет, нет, стой, не подходи. Это же я, всё хорошо, всё хорошо. Нет, не прикасайся ко мне. Позволь мне помочь, что случилось? Отвали. Поговори со мной. Нет. Ого, скажи мне, что происходит. Эй. Но. Но это не может быть правды. Просто не может быть. И чё теперь? Ну это он убил отца. Эй. Привет, я убил твоего отца. А вначале всё так хорошо начиналось. Ну, это ещё никто нет. Ого, да кто пришёл. Как до такого дошло? Я просто в истерике. Так. Короче, слушай. Я застрял во временной петле. И я всё узнал. Ай, боже мой. Я убил твоего отца. Да, начну с более положительной истории. Послушай, это был я. Я тот человек, который убил от твоего отца. Что за глупая шутка? Слушай, это кабинет заставлен книгами до того, полками никогда не забыть. О чём ты? Нет, нет, нет. Я этого не выдержу. Почему? После стольких лет я не виноват? Признаться. Конечно признать. Я виноват во всём. Я должен был тебе рассказать. Боже, ты единственный родной человек. Я не мог потерять себя. Если бы я мог вернуться в прошлое, то всё бы исправил. В прошлое, если бы ты мог вернуться в сраное прошлое? Я жду ребёнка от тебя. Прости меня. Ты простишь прощения. Теперь мне гораздо лучше. Господи. Сказать, что конечно сдамся. Полицейский, к этому тебе говорил. Он скоро придёт. Он уже приходил сюда. Да. Послушай, я не могу изменить. Поэтому я сдамся ему. Да кто ты такой? Просто позволь мне попробовать всё исправить. Я всё разрушу. Но ты должна жить дальше. Что происходит? Ладно, подождём. Но он где-нибудь сказал, что он её брат? С тобой не разговариваю. Блядь, ну я-то при чём? Это он всё... Я думал, игра закончится на положительной ноте. Возможно, есть миллион концов. Но по идее, концовка должна быть одна. Есть какой вариант? Не убивать отца и... Ну, то есть, не убивать отца. Да, есть такой вариант. Короче, возможно, я во времени перебитнусь туда. И просто его не убью, и всё. Ну, а это будет моя сеструха. С которой он ебался. Три года. Да, это, конечно, поворот-поворотище. Я хоррею. Мне понравилась первая концовка больше. Где мы пообнимались, и он пошёл искать убийцу. Как бы я и не понимаю, как он мог об этом забыть. Блядь, то есть, концовка в том, что я пойду в тюрьму. Класс. Отпадный. Прошу вас. Вы слушаете моего мужа? Да, короче, слушайте. Я ничего не делал, это всё жена. Сказать ему, что твоя жена тебе сестра. Это ещё хуже. Сказать ему, что ты убил её отца. Это был я. Я тот, кто убил старика. Что? Последние слова, которые он сказал перед смертью. Чудовище мой. Чудовище. Я чудовище. Вот как его жена, как её мать, называла меня, когда она узнала о моём существовании. Боже, ты убил своего отца и женился на её сестре? Взять вину себя, говорю же, я случайно. Блядь, ты по ошибке перепутал двух тёлок. Это всё моя вина. Она не знала, она не виновна. Я рассказал ей правду буквально секунду назад. Позже разберёмся. У вас есть часы, мне нужны часы. Они у тебя? Мы отдадим тебе часы, мы никому не скажем. Никому не нужно умирать. Ладно, давай их сюда. У меня нет их с собой, можно мне просто? Хорошая попытка. Почему это так важно, всё сделать прям вот так? Так, смысл от этого не меняется. Обязательно надо, чтобы часы были в руках, а не, блядь, там лежали. Вот ебануться. Вот почему мне даётся время, когда я с ней поговорил, она ещё сидит и плачет. Чтобы я мог пойти и взять эти часы. Так, стой ко мне. КУМНЯ! К ноге. Сестра. Я могу, то есть, не рассказывать. В этом прикол, что я могу не рассказывать. Так, ну, чисто теоретически. Нет, ну они брат и сестра, да. Это чисто теоретически. Молодцы. ТРСП. Вот что ты можешь сказать. Звуки очень странные. В ванной, таких не было звуков раньше. Как это возможно? Время идёт назад. Как это возможно? Ладно, я подожду. А вот и он. Пришёл в себя? Слушай, я знаю, что это ужасная новость. Но мы должны сейчас же определиться. Чувствуй с твоей сестре. Может, будет лучше, если мы расстанемся. Ладно, хорошо. Наверное, есть мир, где я просто ухожу. В этом мире ей нужно быть без меня. Конечно, есть. Я знаю. Как это сложно. Я придумаю на ходу слова, фразы. Спасибо, что понял, почему всё должно быть именно так. Всё это. Я так много ошибок наделал. И всё-таки. Я рад, что ты вырос хорошим человеком. Мне кажется, будто Батя есть этот лысый. Ну, и голос одинаковый. Всё. Только что мы выясним с хрестись. Всё? В это и конец? Часы сломались? Какой-то не хэппи-энд. Можно было там, я не знаю, типа, показать, что в будущем они же участвовали по телестям. Белесть. Блин. Забавненько, забавненько. Интересно, что будет. Если оно остановится. Просто игра закончится, да? Ага. Сейчас я просто нажму на продолжить. Мне интересно, что будет, если нажму на продолжить. А, игра начнется заново. Коридор изменился. И музыка какая-то странная. И одна дверь, а не три. Три двери. Одна дверь. Типа, три двери ассоциируют, что у нас было три выбора, я выбрал один из них. Хо-хо-хо. Пустая комната. Прикол. И чё это значит? Вообще пусто, ничего нет. Кровать хотя бы есть? Ты спишь на полу? И чё дальше? Вентиляция. Часы? Там остались часы? Я не буду с этгозелыми руками. Звук идёт какой-то странный опять. Нажажь, нема? Ничего нема? Типа, я теперь не могу перемотать время. И что? Ключами открой. Серьёзно? Полез ключами открывать? Вентиляция. Часы, карманные часы, серьёзно? Когда мы закончили играть, она упала. Я могу двигать стрелкой. Я решаю, куда отправиться? То есть, типа, я ничего не могу сделать, да? Нет, это не просто часики. Что-то с ними надо сделать. Что-то тыкай. Что это значит? Нажать и держать надо. Можно покрутить? Нет, вроде не крутится. Может, эту стрелку можно покрутить? И эта стрелка не крутится. Я становлюсь прозрачным? О май гад! Что же это? Я становлюсь призраком. Я не настоящий. Это всё иллюзия. На самом деле, я... Часы. А вот и он. Пришёл в себя? А чё он, лисы? Слушай, я знаю, что это ужасная новость. Я повысел. Но мы должны сейчас же определиться. Чувства к моей дочери. К моей... К твоей сестре. Я хочу быть с ней, у нас всё равно ничего не будет. Слушай, я... И не так я хотел тебе, сёр... Книга. Что за... Вы оба заслуживаете лучшей участи. Знаешь, что я больше всего ненавижу. Самое плохое, что я могу сделать... Разочаровывать мою дочурку. Что за книга? Нет ничего хуже. И Мэллсин. А теперь ещё и ребёнок. Ты и твоя... Любовь. Наверное, это судьба. Ничто не проходит бесследно. Давай. Позвони. Если б я мог вернуться в прошлое, что ж... Всё прошло бы по-другому. Но никто не может просто... Начать жизнь заново. В жизни всё не так устроено. Поэтому приходится делать... Выбор. И ты свой выбор должен взять сейчас. Скажи что-нибудь. А если я нажму на книгу? Эй, только забывай, мы можем потрянуть груз времени. А, это книга... Книга жены. По-настоящему прожить настоящий момент. Ты тоже её читал. А если тут ещё что-то выбрать? Часы. Я знаю идея. Но что если у тебя... И шо это значит? Я передумал. Он чё-то тише становится. Забудешь всё, через что прошёл. Всю боль. Все страдания. Ты забудешь их навсегда. Я тупо шо, мне гипнотизируют с помощью часов? Но ты... Пути назад нет. Или что, почему я его плохо слышу? Обратного пути нет. Он ушёл. Мы всё равно сможем о ней поговорить. И ты должен выбрать ответ. А не обязательно забывать, если не хочешь... Тебе решать. Это твой последний шо... Не, ну забывать о ней это тупо. У тебя очень живое воображение. Все эти истории, которые ты выдумывал. Нельзя с такой силой в них верить. Это нездорово. Нездорово. Может быть, ты должен её отпустить. Пора тебе выкинуть её из головы. Иногда жизнь такая, какая есть. И пора тебе проснуться. Ну, правильно. Он меня, типа, загипнотизировал или нет, я не понимаю. Ну, по идее, нет, получается. Я тупо пирался на часы, и он такой... Это конец, да? Музыка такая напряжённая. Как будто не титры, а что-то будет дальше. Игра прикольная. Мне она понравилась. Если это конец, конечно. Вот. Но я заметил небольшую проблемку. То, что вот она очень глубокая, продуманная. Авторы хорошо поработали над ней. Но эти детали очень сложно найти. Тем более, если ты играешь первый раз. То есть надо как минимум там позадротить. Может, раз пять её пройти. Очень сильно там всматриваться во всё, в эти детали. Тогда, возможно, ты поймёшь смысл, который автор заложил в эту игру. И такой будешь сидеть, думать, вау, офигеть ебать. Ну, я тоже, конечно, сижу такой, типа, вау, офигеть ебать. Но, ну, не настолько круто, как если бы я, типа, её 83 раза прошёл. И от корки до корки всё там узнала. Ну, и даже без этого, я могу сказать, что игра классная. И, ну, очень сильно затянула. И она постоянно вызывала у меня чувство, не знаю, любопытства. И когда я шёл на это любопытство, она всегда мне вознаграждала какими-то неожиданными поворотами. И это мне всегда нравилось. Да, мы прошли её, продолжить нету слова. Ха-ха-ха! А, тут и какие-то сошлись стрекой кольца. И, типа, я молодец, да? Вот, ну, короче, игра... Игра, ну, прям, одна из лучших. Да, даже вообще одна из лучших, наверное. Не этого года вообще. Классно, я таких раньше не видел. Мне понравилось. Вот если бы я мог вернуться в прошлое, в первый вот ролик, с знаниями вот этими, которые у меня сейчас, я бы, наверное, посоветовал вам не смотреть прохождение, потому что, блин, намного интереснее, наверное, ну, самому поиграть и всё это попробовать, узнать, ну, как-то самому прийти ко всему. Ну, да, было интересно, конечно, узнать, в чём прикол, но процесс, он, наверное, был намного интереснее, чем самоконцовка, потому что ты думаешь, блин, как прикольно, временная петля. Ты ходишь туда, пытаешься что-то выяснить, сам додумался, а потом такой, вау, как это круто. А когда ты смотришь, ну, не такие крутые эмоции ты испытываешь, поэтому намного лучше, конечно, ну, если поиграете вы в неё сами. Что ещё могу сказать? Ну, и как я понял, прикол игры в том, что ты, короче, познакомился с девчонкой, у вас начались мутки, вот, потом пришёл батик и сказал, что это твоя сестра, иди-ка ты лесом, пацан, потому что, ну, это инцест, и типа, ты чё, кукушечка поехал? Вот. И он начинает тебе за это пиздить, и ты его случайно убиваешь. Получается, вот это всё, что было в квартире, это было его воображение. И он как раз, типа, он размышлял над тем, как лучше поступить, и он представлял свою жизнь со своей, со своей сестрой, типа, сможет ли он как-то забыть и жить с этим. Вот. И в итоге он мог прийти к двум вариантам. Либо остаться с ней, ты всегда возвращаешься обратно в эту квартиру, потому что чувство незавершённости, будто ты что-то делаешь не так. Вот. И единственный способ, то принять, вот, принять то, что ты лох и дебил, и надо было сразу вот, бросить эту мысль и жить дальше не забывая. Потому что, если ты забываешь, ты, как бы, неправильно делаешь, потому что ты, как бы, лишаешься какой-то частички себя, и при этом не все могут смотреть завтра. Ладно. Вот. И ты при этом лишаешься частички себя, и, ну, неполноценном себя чувствуешь, вот, когда он, получается, забыл, он потом, вот, мы возвращаемся к тебе, типа, домой, и видим, что он живет один в пустой комнате, психологическое здоровье у него, короче, не очень. И он может из-за того, что он все забыл, все опять вспомнить, и, короче, так это круг, и он никогда не закончится, единственный способ это вот как раз-таки принять то, что ты долбоеб. Ну, хотя он, наверное, не виноват, он же не знал изначально, да? Вот. То есть он с ней не жил. Он когда, когда он узнал, что она его сестра, он убил батью случайно в этот же момент, и тогда он решает, что ему делать дальше. Вот. И вот это вот он как раз мы решили, мы решили, что мы не будем ничего забывать и жить с ней, а просто все будем помнить, но при этом с ней расстанемся и будем жить дальше с нее, там с кем-то еще. А она будет жить сама, вот, как РСП. И не знаю, даже она там была беременна или нет, когда он батю убивал. Вот. И все будет у них норм. Вот. Ну, короче, классная игра. Хочу, чтобы не стерли память и еще раз загранул в ней. Ну, а на этом пришло время заканчивать, прощаться с этой замечательной игрой, 12 минут и с таким замечательным мной. Но вы не расстраивайтесь, потому что мы скоро с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйтесь, подписывайтесь на канал, пропускайте следующие видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok